Всем привет! В своих прошлых видео я показывал, как между двумя ПК или ноутбуками обмениваться файлами по Bluetooth, Wi-Fi или LAN кабелю. Также я показывал, как создается такой локальный сетевой диск с соответствующим ярлыком. Кому интересно, ссылка на прошлые видео будет в описании. В этот же раз я покажу, как обмениваться файлами в одной интернет-сети с использованием конкретного физического диска, либо папки, путем их расшаривания. Итак, приступим. Начнем все с самого начала. Чтобы расшарить на своем устройстве конкретный диск или папку, делаем следующее. Жмем правой кнопкой мыши по данному диску или папке. Я, к примеру, для этого выберу свой диск E. Здесь заходим в свойства и безопасность. Здесь нажимаем изменить. И жмем добавить. В этом свободном поле пишем слово все. Нажимаем ок. После чего, как видно, в группе появилась надпись все. Выставляем для этой группы данные галочки в том случае, если вы хотите, чтобы у других пользователей в вашей интернет-сети был полный доступ к данному диску, в моем случае под буквой E. Тогда другой пользователь сможет с него что-либо копировать, скачивать, а также удалять с него файлы. Думаю, с этим все понятно. После чего жмем здесь применить. И ОК. Далее нажимаем на кнопку доступ. Расширены настройки. И ставим здесь галочку на открыть общий доступ. Проверяем здесь букву своего диска. В моем случае здесь будет диск E. И жмем применить. ОК. И закрыть. Как видно, на моем диске под буквой E появилось изображение двух человечков. Это означает, что этот диск в данный момент общедоступный. И в него может заходить любой пользователь, который подключен к вашей интернет-сети. Но это еще не все. Нужно сделать еще некоторые настройки, чтобы все работало. Для этого на этом и втором компьютере, с которого вы хотите подключаться к данному диску, жмем правой кнопкой мыши по значку сети на рабочем столе. Открываем параметры сети интернет. Жмем свойства по своей сети интернет. И проверяем, чтобы здесь стояла галочка на частные. После чего закрываем это окно. Далее открываем панель управления. Центр управления сетями и общим доступом. Изменить дополнительные параметры общего доступа. И поочередно заходим в каждый из этих трех профилей. Здесь проверяем, чтобы все настройки и галочки везде были выставлены, как у меня. Не забываем, то же самое делаем и на втором компьютере. После чего жмем сохранить изменения. Ну а теперь давайте проверим, как это работает. Если зайти на мой диск Е, то видно, что на нем у меня есть различные файлы и папки. Теперь переходим ко второму компьютеру. В моем случае ноутбуку. Заходим в проводник. Открываем значок с названием сеть. И заходим здесь в обнаруженный компьютер, на котором мы расшаривали диск Е. В моем случае это ноутбук Dell. Как видно, здесь имеется сетевая папка с буквой Е. Это и есть расшаренный диск Е ноутбука Dell. В который можно заходить со второго ноутбука или ПК. Записывать сюда файлы, скачивать их отсюда, либо удалять их здесь. Таким же образом расшаривается любая папка с файлами, если вы не хотите расшаривать весь диск целиком. Чтобы опять сделать диск Е без общего доступа и не расшаривать его, то жмем по нему правой кнопкой мыши. Свойства. Доступ. Расширенная настройка. И убираем здесь галочку. Применить. Ок. И закрыть. После чего человечки с моего диска Е, как видно, пропали. Это значит, что общий доступ к такому диску закрыт. Кам было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok